Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, я эксперт по управлению реальностью с помощью изменения своего мышления. И сейчас я, собственно, продолжаю нашу такую очень, наверное, антикризисную историю этих, хотел сказать, эфиров, этих видео, потому что на данный момент, когда я и мои сограждане украинцы столкнулись с войной, и самым, наверное, наибольшим кризисом из всех, которые мы могли бы себе представить, наверное, такого уровня, что даже не могли, нам всем сегодня необходимо себя стабилизировать. И сегодня я хочу рассказать вам, как использовать свое мышление, помочь себе и вообще настроить и вернуть себя в лад. Сегодня я буду говорить с вами про деньги. Про деньги – это такая тема, от которой все начинают даже в мирное, нормальное время щекотаться, чувствовать себя неловко, как же про деньги, мы же здесь про жизнь, и гораздо более важные и большие ценности, но как же про деньги? Вот так, смело глядя вам в глаза, сегодня, несмотря ни на что, я буду говорить вам про деньги, про ваши деньги. Дело в том, что мы с вами знаем, что мы живем в материальном мире, и мы знаем, что люди есть очень разные, и некоторые из вас даже знают, слышали, что ключевым отличием между людьми, которые имеют деньги и не имеют деньги, является мышление. И сейчас вы можете мне сказать, так как говорят очень многие, нам сейчас вообще, Оля, не дать денег, совсем не про это. А я продолжаю говорить, что вам именно дать денег. Дело в том, что сегодня, когда наши жизни перевернулись, мы оказались в разных уголках мира, в разных внутренних позициях. У всех у нас внутри ехает одно – как жить дальше, если предыдущие мы утратили? И, согласитесь, сокрушаемся мы не только о людях, что, безусловно, ужасно, если кто-то потерял близких, а огромное количество людей, увы, это сделало, но, тем не менее, мы плачемся о том, где мы будем жить, что я буду носить. Лично я, наконец, в Италии наблюдала большое количество людей, которые приезжают в гуманитарную помощь, у которых ничего нету, которые не просто с собой ничего не взяли, у которых уже нечего было с собой брать, или они убегали и уже знают, что взять нечего. Реальная такая ситуация. И, поверьте, первые все мысли, которые здесь у людей есть, они связаны с тем, как мне дальше жить, где мне брать деньги, где буду я жить, какая у меня будет крыша над головой, как мне прокормить своих детей, хотите или нет, материальное встает на первый план. И сейчас я хотела бы подойти к первой истории, связанной с нашей работой. Многие люди говорят с самого начала, как я могу сейчас думать о бизнесе, о работе, если погибают люди, как я могу кому-то что-то продавать. Эту тему мы уже с вами трогали и будем трогать еще. Вы знаете, какая глобальная ошибка людей, которые так говорят и думают. Дело в том, что у людей есть интересная особенность. Уж простите, у обычных людей. Обычные люди считают, что весь мир состоит из таких же обычных людей и других каких-то тварей и сволочей, к которым вы себя не относите. Вот глобально в голове выглядит примерно так. Я не такой, как они, кто-то там, кого я боюсь, кто-то там что-то про деньги думает, зарабатывает. Ну что вы? Нет, это не про меня. Я честный обычный человек и я не могу сейчас думать про деньги. И тем не менее, давайте посмотрим, что произошло сейчас на рынке товаров. К примеру, все, кто выпускал одежду, кто выпускали свечи, косметику, какие-то там атрибуты, брелочки, книжечки, платочки, все что угодно. Умная категория людей очень быстро переквалифицировалась и начала выпускать все с украинской символикой. Наблюдаем вторую сторону. Я никогда не относила себя к людям, где, честно говоря, вы знаете, что я не бру, никогда ранее, вот как говорит наш Арестович, да, прошу подчеркнуть, вот ранее, не прописью, да, точнее он говорит прописью, никогда ранее не относила себя к людям, которые бы хотели находиться в украинской символике. Ну, как бы зачем? Но сейчас я и всех, кого знаю, пропитаны полностью патриотизмом и искренним желанием надеть на себя и повесить на себя украинский флаг, футболку с надписью «Я Украинка», сумка «Я Украинка». Короче, на лоб сделать даже мысли о татуировках с украинской символикой. У меня лично, у человека, у которого нет ни одной татуировки, промелькнуло. То есть у нас появилось, с одной стороны, появились предприниматели, которые начали думать с позиции символики, с другой стороны, появилось огромное количество потребителей. Кто эти потребители? Люди, которые остались в Украине, определенно, да, заказывают. Люди, украинцы, которые выехали, как я, да, заказываем, мы заказываем, и тут на автобусах я собираюсь перебирать, забирать вещи с украинской символикой, вот уже получила первую свою там сумку и худи. Потому что мы не болят, потому что мы не хочем уйти все в бронях, все в дяктыся, на лоб себе зробить какую-то стричку. Это реально так. Я жутко скучаю, таких людей очень много. Есть третья категория потребителей. Это люди, которые точно не украинцы, но которых захватила эта волна, которые чувствуют себя участниками большого действия, которые сопереживают нам, которые хотят с этим быть. И это тоже большая потребительская волна. И что произошло? Многие предприниматели очень быстренько перестроились и начали выпускать и кроссовки, и все, что угодно, продавая как на свой рынок для своих, так и некоторые уже перестраиваются на европейские рынки. Молодцы! Почему? Потому что, во-первых, не потерялись, во-вторых, оставили здравый ум. Ну, согласитесь, если мы все в Украину вернемся тупенькие и перепуганные, мы будем совсем другой нацией. В-третьих, дают возможность работать нашим производством, нашим людям, тем, кто находится, кто является украинцем, кому страшно нужно так же выживать. И так же запускают экономику, хоть какую-то мы поддерживаем экономику в своей стране, потому что если мы ничего не будем продавать и ничего не будем покупать, то последствия у нас будут отвратительные. Так что же в этом стыдного и в этом плохого? Наоборот, нам надо этим гордиться. Но если в глобальном смысле вы сейчас скажете, да, какие молодцы, но я тут при чем? А вы тут при том, что вы тоже можете подумать о том, что, первое, работать это нормально и не искать себе работу, домработницы, прачки или еще какого-то работника низкой силы за границей, потому что больше вы не способны, а просто включить свой мозг. К примеру, мой друг Теодор, которого многие знают, потому что он занимается косметологией, инъекциями, он обучал людей, которые приезжали к нему со всего мира. Так случилось, что до войны он поехал отдыхать на Мальдивы. Имеет право, работает, проводит мастер-классы регулярно и поехал отдыхать со своей женой и маленькой дочкой, которой несколько месяцев, которая только у них родилась. Два других ребенка остались с бабушкой. И вот начинаются военные действия 24 февраля, и Теодор оказывается на Мальдивах. Худшее для него, что могло произойти, это оказаться на Мальдивах, когда в твоей стране война и твои дети там. Благо, он решил этот вопрос, вывезли детей, все сделали, все каким-то образом, они пережили этот отдых на Мальдивах, он оказывается в Европе. И первое, что он начал делать, это организовывать мастер-классы по Европе, сохраняя донат, я лично знаю, он помогает активно людям, помогает активно, короче, он помогает и часть денег в этих мастер-классах перечисляет. То есть, не разрубывся, некоторые люди особо талантливые умудряются в этом, знаете, как, ткнуть носом. Как так, он лучше бы пошел на поле боя. И что делать человеку, который идет на поле боя, у которого нету никакой специализации, мясом идти? Нет уж, давайте это оставим кому-то другому. Важно делать то, что делаешь. Он ездит, он собирает донейшн, он рассказывает про Украину, еще получает отдельные отчисления, большая база профессиональная, которая также поддерживает эту историю. То есть, каждый воин на своем профиле. К примеру, я знаю огромное количество психологов, люди, которые занимаются психологией. Вообще, вы знаете, по этому поводу есть такое отдельное у меня наблюдение. Есть два вида коучей, психологов, как хотите, так и назовите. Я знаю, что многие смотрят меня и даже многие у меня учатся. Я хочу сказать вот здесь такую особенность, ни в коем случае без кирпичей. Просто я наблюдаю огромное количество таких людей, которые настолько растерялись в этот момент времени, что они не в состоянии работать, потому что они не в состоянии собраться сами. Вот тут интересное наблюдение. Есть психологи и коучи, это еще раз наблюдение для вас. Если уже вы меня смотрите, значит вы знаете, что Оля может иногда сказать какую-то умную мысль, которую можно покопать. Покопайте ее в себе. Есть психологи и коучи, которые акцентированы на постоянном развитии. Когда они мне рассказывают, какое количество у них курсов, профильных, институтов, дипломов, дипломированные специалисты всех европейских, американских и всевозможных школ, и они в кризисный момент начинают учиться, находя в этом себе помощь. Интересно. Но при этом помогать другим не в состоянии. Есть вторая категория людей. Оля, как я, у которых нету дипломов, сертификатов, мало того, никогда и не хотелось. Но фокус этих людей, может быть и есть у кого-то, я сейчас не обобщаю, вот я просто говорю про себя. Но фокус всегда на росте и на развитии, на выходе из кризиса через работу над собой быструю, через помощь другим людям. Для меня самая главная помощь себе, это помощь другим. Если мне надо помочь себе, я условно сажусь, записываю видео, провожу консультации, делаю все, что угодно, для того, чтобы я это дала и почувствовала, что все, я принесла какую-то пользу, все, процесс запущен. Вот такое интересное наблюдение. Так вот, многие эти психологи и коучи говорят мне, Оль, ну в такое время я просто не могу брать денег. И вы знаете, вы здесь правы и неправы. И неправы вы в том, что вы забываете, что есть огромное количество людей, у которых полно денег. Вот, опять-таки, когда мы судим о себе, по себе, точнее о других по себе, это ошибка. Вы не понимаете, это ваше ограничивающее мышление и убеждение, что полно людей с деньгами. И полно людей, которые выехали и не выехали, неважно, тоже с деньгами, нормальными деньгами, которые тоже таким образом помогают. К примеру, моя подруга брала уроки итальянского языка. Она в итоге поняла, что ей не очень нужен итальянский язык, но она хотела помочь девочке, которая сама родом из Мариуполя. И она у нее брала уроки и платила ей за пакет не для того даже, чтобы учиться, а для того, чтобы ей помочь. У меня есть такие подруги, которые покупают также пакеты у психологов не потому, что им нужна помощь, а потому что они хотят помочь. Есть огромное количество разных людей, у меня есть знакомые, которые скупают вещи у кого-то, которым не столько нужно это носить, сколько они хотят сделать вклад. Вам сложно в это поверить, но есть огромное количество людей, у которых и есть деньги, и нужны им ваши услуги. Когда вы ставите свою психологическую консультацию за 100 рублей, вы привлекаете того, кто не в состоянии за это заплатить. И вы скажете, что мне их бросить? Да нет, конечно, но продавайте дорого, нормально, по нормальным ценам тем, кто может купить, и делайте бесплатно, а кто не может. Кто вам мешает? Когда я, например, запускаю свои тренинги и программы, я всегда говорила в самом начале и сейчас повторяю, что если вам сильно надо, и у вас нет возможности заплатить, напишите. Ольчика, мне реально надо это пройти, но у меня сейчас нет, я пущу вас, я дам вам бесплатно, не надо мне 350 лет расстрочку, там еще нет, если вам надо, я вам дам. Но есть большое количество людей, которые мне платят за мои тренинги, которые я, кстати, сейчас не продаю супердорого. Наоборот, тоже опустила цены, потому что это массовые продукты, мне хочется как можно большему количеству людей помочь. И поверьте, чем больше покупает, тем и мне тоже нормально, и я хорошо себя чувствую, и вы хорошо себя чувствуете, и так далее. Надо бесплатно, пожалуйста, бесплатно. Разделяйте эти вещи. Почему вы этого не делаете? Потому что это ограничение у вас в голове. Вам кажется, что сейчас неудобно, потому что все бедные. К примеру, те, кто говорят, ну слушай, если, вот я одной своей подруге вставала приблизительно то же самое, есть богатые. Она говорит, ну вот богатые вообще, я считаю, должны сейчас помогать всем и раздавать вообще все бесплатно. Я хотела бы здесь акцентировать ваше внимание на вашем интересном мышлении. Если вы думаете так же, то у вас есть еще один пласт в закупорке в мышлении. Когда вы считаете, что богатая подружка должна заплатить за вас при старании, подчеркиваю, должна. Когда вы считаете, что люди, у которых есть, должны вам дать, должны помочь и так далее. Богатые. Богатые люди богатыми являются потому, что у них богатое правильное мышление. И они всегда помогают. Всегда. Не всегда афишируя, но всегда помогают. И даже сейчас мы видим, как все компании что-то там ведут, делают какие-то донейшины, что-то закупают и так далее. Но вы должны понять, что богатые – это не те. Точнее так, они богатые, потому что они не раздают направо и налево, а подходят ко всему с умом и с мозгами. Вы должны это понимать. Если вы раздаете все направо и налево, гуляет душа, и вы говорите, я поэтому бедный, вы бедны, потому что у вас башка бедная. Потому что мышление такое, оно не приведет вас никогда к деньгам. Богатые люди – это не супердиали, но это люди, которые умеют распоряжаться деньгами, у которых есть правильные финансовые программы, которые умеют правильно куда-то инвестировать, где-то наоборот придержать, где-то что-то запустить, а где-то вовремя закрыть. Это история промышления. И когда вы начинаете судить и рассказывать, кто прав, кто не прав, у кого сколько денег, это еще раз говорит о том, что у вас есть в голове огромное количество различных ограничивающих убеждений. И свести я это все хочу к одной простой вещи. К тому, что хотите вы этого или нет, но если у вас проблемы с деньгами сейчас, то и они были до, то они будут и после. Потому что история не про время, история всегда про вас. Люди, у которых правильные финансовые программы стоят, которые с этим уже поработали, они всегда будут находить деньги. Хотите вы этого или не хотите, простите, нравится вам это или не нравится, это всегда будет происходить. Потому что это определенная настройка, это определенная работа со своим мышлением, и это прекрасно и замечательно. Знаете, что меня поражает? Многие из тех, кто говорят мне, что про деньги думать нельзя, сейчас стыдно, но при этом эти же люди забрасывают меня и других сообщениями такого рода. Подскажите, а вы бесплатно живете? А как бесплатно поселиться? А где найти бесплатную еду? А где можно бесплатно найти одежду? А вы дают ли купоны? Так вот я вам хочу сказать, что никто не задал мне следующего вопроса. Оль, а можно вас попросить провести для меня консультацию жизненно важную? Не могу заплатить, но важно. Как я сейчас могу заработать? Но при этом огромное количество этих же людей обвиняют других, которые зарабатывают или думают о заработке. Вы должны понять, что мозг будет всегда направлен или в одно, или во второе направление. Или как получить на шару, или как заработать, или как сэкономить, или как приумножить. Потому что нет других направлений. И до тех пор, пока вы это не поймете, и не скорректируете свои мысли, и не уберете ненужную программу, вы будете блуждать двух соснах. А мне бы этого очень сильно не хотелось. Посему подвожу вас, возможно, к тому, что будет для вас полезно. Только, пожалуйста, давайте не без вот этих историй. О, я так и знал, вообще неинтересно. У меня есть прекрасная программа, которая называется «Законы денег». Это классный марафон, который я придумала для того, чтобы вы могли достаточно быстро, с помощью специальных упражнений, чек-листов, разобрать себя, разобрать, что у вас там в голове по поводу денег, и понять, откуда у вас вот эта вот вся история, которая не дает вам правильно устраивать взаимоотношения с деньгами. Но не только понять, что было плохо, но и я даю конкретные шаги, которые помогут вам быстро, пусть не в глобальном масштабе, но, поверьте, очень серьезно, перестроить эти отношения. И вместо постоянных ссор и разборок с деньгами, да, разъездов и разводов, наоборот, постараться построить крепкие, нормальные отношения. Сейчас я запускаю этот марафон по специальной стоимости, потому что сейчас я прекрасно понимаю, что все люди смотрят себе в кошелек, и поскольку это массовые запуски, я могу себе позволить сделать приятную стоимость и с вами лично за эти деньги поработать в чате, в котором мы все будем находиться. Каждый день вы будете получать уроки. Эти уроки каждый снабжен чек-листом, который вы можете либо распечатать, либо поработать в своем блокноте, это очень важно. И буквально за каких-то 10 дней вы увидите настоящую магию. Это я вам обещаю. Помните, что дорогу оселит идущий, и что так или иначе мы рождены в этом мире для того, чтобы развиваться. И самые ценные инвестиции, которые при любых раскладах, где бы мы ни оказались и что бы ни произошло, всегда остаются с нами. Это я сам. Поэтому я рада вас будет видеть. Если же нет, я очень надеюсь, что я дала вам сегодня классную пищу для ума. Подумайте, эти 20 минут были точно более полезными, чем просмотр новостей, которые, к сожалению, бесконечно заставляют нас находиться в состоянии ожидания. Но я, как праведная украинка, очень верю, что это все совсем скоро закончится, что мы победим, что мы с вами вернемся домой, что мы с вами вернемся до себя. Поэтому сейчас я вызваю вас работать над собой, помогать себе для того, чтобы потом помогать другим людям и своему государству. Слава Украине! И до следующих встреч!